Вот смотрите, вот это не очень хорошо видно, это Пол Саймон. Кто-нибудь знает Пола Саймона? Вот старший куры вспомнят, да, несколько лет назад это был такой персонаж всех учебников на физтехе по-английскому. Все тексты, все темы были про него. И была такая традиция хорошая, весной делали чучело Пола Саймона, это вот он перед НК, и его сжигали, то есть собирался народ, и там, знаете, как на масленицу. Ну, так выражали свое отношение к английскому, полу. В новостях где-то есть про это. И я сейчас искал ВКонтакте, там есть фейковый персонаж Пола Саймона, есть две группы, мы ненавидим Пола Саймона, там несколько сотен человек, и была компьютерная игра «Убить Пола Саймона», вот я помню еще. Это так, это субъективно, да, объективно я решил посчитать, сколько времени у нас уходит на английский, если взять 3 года, 6 семестров, по 2 пары, где-то по часику делать домашку, если заполнять словарик. Получается 510 часов за все время на физтехе. А если посчитать все время, которое мы потратили на английский, ну вот я на своем примере, я учил в школе с 4 по 11 класс, потом на физтехе, и потом еще ходил в английские разговорные клубы, там смотрел сериалы, читал книги, получается в сумме, ну, 2800 часов. Что это такое, это много или мало? Вот я так посчитал, если вы в сутки 8 часов спите, у вас остается 16 часов на вашу собственную жизнь, да, сознательную, активную. И если вот эти 2800 разделить на 16 часов в сутках, получается там чуть меньше 6 месяцев. Это 2%, это если на мою жизнь разделить на 24 года, да, если на вашей там 21, получится еще больше. И вот у меня получилось 2% своей бесценной и неповторимой жизни я потратил просто на то, чтобы получить вот такой навык разговаривать на английском языке. Он мне, конечно, в жизни пригодился, но прикиньте, вот 2%, да, это 1,5 вашей жизни, которая больше никогда не повторится. Я прочитал, сделал такое лицо и, в общем, и стал думать, как с этим поступить. Листай. А, да, и самое интересное, что вот люди, они же такие же, как мы, да, они в школе учат, в институте, они учат 2% своей жизни и тратят на английский. И в итоге, как они считают, там 70-80% людей не говорят ни на одном иностранном языке. Ну, то есть они, конечно, потратили часть жизни, но вот эффекта как бы нет. Это опросы, то есть людей спрашивали, как бы, как вы считаете, умеете вы говорить или нет. Они считают, что не умеют. Ну, почему? Понятно, не потому, что кафедра плохая, там, не потому, что студенты плохие, но есть разные причины. Одна из них, что физтех, он никогда нас не учит, зачем нам те предметы, которые нам преподают. То есть вот я ни на одном предмете не помню, там, ни на Монтане, ни на Теармехе, чтобы преподаватель вышел и сказал, ребята, вот мой предмет, он нужен для того-то, для того-то. Если вы считаете, что он в твоей жизни пригодится, то вот ходите, пожалуйста, посещайте. Если нет, то, ну, как бы сдайте и все. Вот ни разу не было, даже на базе. Ну, вот, и вот я всегда мечтал выйти и сказать ребятам, вот, господа физтехи, я могу вам сказать, вот это вам пригодится, а это нет. Вот я вам про английский могу сказать сейчас. Что, не знаю, как без диплома, а без английского найти работу реально сложно. То есть это просто спрашивают на собеседованиях там. Желательно, если у вас есть сертификат типа TOEFL или IELTS, ну, или просто с вами поговорят на английском. Во очень многих компаниях. Если вы потом занимаетесь работой или научной деятельностью, то тоже, там, читать статьи, общаться с зарубежными партнерами, ездить куда-то на стажировки. Без English вообще никуда. Если вы решаете получить мастера или PhD за рубежом, опять же, вам нужен как минимум английский, а во многих вузах это и профильный язык, немецкий, французский, на таком достаточном уровне, чтобы слушать предметы. Ну, и путешествие, понятно, да, куда-то поехали там, в темной подворотне, вас спросили на португальском, а если вы не сможете ответить, будет грустно. Ну, это все-таки мейнстримовые причины, это очевидные. Вот сейчас будет инсайт. То, чем в офисах точно не учат. Зачем еще язык? Сейчас такая сложная политическая ситуация в мире, непростая. И если вы узнаете новости, скажем, с первого канала, ну, у вас такая односторонняя, получается, позиция, да, и, а с другой стороны, если вы живете в Штатах, да, и смотрите местное телевидение, то у вас другая будет позиция, с другой стороны. И понять, что на самом деле происходит, можно только если сравнить, что вот нам говорят, что говорят им. Поэтому, если у вас есть друзья за границей, вы можете их поспрашивать, вот, расскажите, а что там на самом деле там, да, что вы думаете. Если вы можете хотя бы смотреть, читать новости в разных странах, то вы гораздо больше понимаете, что вообще в мире происходит. А в итоге это приводит вас, когда вы сравниваете разные точки зрения, это приводит вас к такому более широкому мышлению вообще во всем, да. Нет лучшей школы, чем посмотреть за и против. Ну, и про девушек это тоже важный момент. Я вижу, сейчас на физтехе стало больше, кстати, чем когда я учился, это очень приятно. Ну, и идея моего выступления, да. Донести вас, донести до вас, что учить языки не обязательно так сложно и долго, как вот обычно мы учим в институте, в школе. Что это можно делать быстрее, приятнее и там оставшееся время тратить на что-то классное, что вам нравится. Я действительно написал книгу, как выучить иностранный язык за три недели. Вот там где-то есть ссылочка на сайт, или потом будет, можно зайти, почитать, там, меня спросить. Такой посыл, да, три недели, это очень сложно, но можно заговорить на иностранном языке через три недели. Ну, я расскажу, как. Самый главный вообще финт, это вот просто такой переворот в сознании, что язык, его всегда преподают, как будто это наука какая-то. Что вот вы там его выучите, заполните словарики на тысячу слов, да, там, заботаете все разделы грамматики, и вот, ну, вы как бы владеете языком. А это совсем другое. Язык — это не наука, его нельзя заботать, в принципе. Это навык, поэтому нужно измерять язык всегда не тем, сколько вы заботали, а тем, насколько вы им владеете. Вот помните, там, 70% людей сказали, что они не владеют. Значит, если к ним подходит иностранец на улице, они с ним не могут разговаривать, даже если они там сдали на отлично English в течение, там, всех трех лет. Вот этот парень на велосипеде, да, он, скорее всего, не знает, как устроен велосипед. Он не понимает, как действует сила трения на колеса, ему это все не важно. Он вот сел, поехал, и у него получается. Вот это именно то, что нужно делать с языком. Да, вот вы как раз жаловались, что очень много идут грамматики, очень мало практики. Должно быть абсолютно наоборот. 80% практики, 20% грамматики. Сразу пользуйтесь с самого начала, и все, и вот, потихонечку поедете. А когда начинаете понемножку ехать, да, вы чувствуете, что уже, в принципе, вроде как там на парах можете разговаривать о чем-то, там, какие-то тексты понимаете. Но второй важный этап – это получать удовольствие. Вот этот парень, он получает удовольствие. И он катается, ему это нравится, ему не надо себя заставлять там заполнять словарик, да, ему нравится то, что он делает. И в итоге, в конце концов, этот парень становится про. И вы точно так же можете стать про в любом языке, там, затратив на это меньше усилий, и потом остаток этих трех лет на физтехе, да, расслабляться на парах английского, получать удовольствие. Этот парень стал про, потому что, ну, во-первых, он, очевидно, очень много практиковался, да, больше, чем он читал теорию, изучал, как устроен его байк, и там, по каким типам поверхности, на каких шинах надо ездить. То есть это тоже очень важно, но самое важное – это кататься. Ну, и второе, ему, конечно, нравится то, что он делает. Вот удовольствие и практика. Два столпа. Отчасти я про это уже успел сказать, ну, просто другими словами. То есть ваша задача – не думайте так, что вам нужно сдать английский, чтобы от вас отвязались. Потому что он вам, правда, в жизни пригодится. И лучше расслабиться и получать удовольствие в процессе обучения. Поэтому ставьте себе целью не выучить язык, а вот почувствовать, что вы им владеете. Самое хорошее – когда вы сходили куда-то, кроме пар, посмотрели, не знаю, фильм на английском, пообщались с какими-нибудь иностранцами и увидели, что вы реально можете пользоваться языком. И тогда, как бы, пары для вас станут не учебой, а еще одной возможностью попользоваться языком. Чем больше пользуетесь, тем лучше результат. Очень просто. И дальше я вам хочу очень быстренько рассказать несколько еще таких важных принципов, которые очень помогут в том, чтобы учить языки быстро и приятно. Вот первый – это принцип интенсивности. Мне никогда про него не рассказывали до этого года. Вот в этом году у меня было такое правило учить каждый язык, учить новый язык каждый год. Я раньше тратил там несколько лет на языки. В этом году я узнал эту фишку, я учил испанский месяц. Потом я смог разговаривать, познакомился с колумбийкой, которая не говорила ни на каком другом языке. Вот интенсивность – очень простой принцип, очень классный. Что чем чаще вы занимаетесь языком, тем лучше. То есть лучше, вот как написано, пять раз по десять минут, чем один раз на час. Потому что каждый раз у вас мозг возвращается к языку, и он у вас гораздо лучше закрепляется в памяти. А вот это такой особый слайд, как раз для физтехов. В книге его совсем нет. У меня был друг, знаете, есть легенды на физтехе про людей, которые не знают теоремы, но говорят преподу, что вот вы мне напишите теорему, я вам ее смогу доказать. Вот был такой друг, он все мог доказать, никогда ничего не учил. И за язык у него всегда были тройбаны, потому что, ну вот, на физтехе, по крайней мере, нельзя, да, сдавать английский и не ботать. Сейчас кто-то может, да? Ну, по крайней мере, это очень сложно. И он всегда говорил, что вот в языке нет логики, его нельзя заботать, приходится тупо зубрить там, зубрить слова, зубрить грамматику. На самом деле она есть, просто ее не всегда преподают, надо как-то самим находить. Например, есть такая тема языковые конструкции. Вот когда начинаете учить новый язык, нужно учить не просто там слова какие-то, а сначала выучить глаголы, штук 30. Потому что все, что вы когда-нибудь попытаетесь сказать на иностранном языке, там везде есть глаголы. Глаголы — это то, что мы делаем, да. Поэтому, когда вы выучили 20 глаголов, а потом еще 20 существительных, вы уже можете сказать там большое количество предложений, да, можете сами посчитать. Есть какие-то другие такие конструкции, например, конструкция подлежащая, сказуемая, там определение и подлежащее. Вот вы учите грамматические конструкции, потом лексику, и все, вы можете говорить. Вот именно так я учил испанский за три недели. Есть специальные курсы, про них, если потом подойдете, расскажу. И, наконец, грамматика в таблицах, да, физтехи, они не гуманитарии, слава богу. Вы отлично усваиваете информацию, если она вот так структурирована в табличках. Кто учит немецкий, есть у Абубакировой Натальи Петровны замечательные таблички, да, и сайты «Эграмма.Д», который, правда, сейчас лежит, но он обязательно поднимется. Вот, в общем, просто старайтесь провести какую-то активность и выбирайте варианты учить язык так, как удобно вам, да, физтехам, и практику. И вот как раз про практику. Где можно практиковать язык помимо пар, помимо домашних заданий? Самое первое – языковые клубы. Это вообще самое лучшее, что можно сделать. Если вы хотя бы интермедиат, то есть можете хоть как-то говорить, языковые клубы – это для вас. Это место, какие-нибудь Старбаксы, там у некоторых клубов есть свои места, где такие же люди, как вы, собираются, чтобы поговорить на английском языке. Там обычно есть организаторы, которые помогают, там, знакомятся. Если видят кому-то скучно, они там подведут ему интересного собеседника. И вы знакомитесь с новыми людьми, которые, как правило, не такие, как вы. Это социологи, филологи, философы, художники, дизайнеры, красивые девушки. Это, в принципе, интересно, да. И вы тренируете самое главное, что есть в языке – вы разговариваете. Разговариваете. Вот язык – это не наука, да, это то, с помощью чего люди разговаривают и коммуницируют друг с другом. С самого начала нужно делать практику, делать упор именно на это, на то, чтобы с кем-то общаться. Эффект погружения – это такая мощная штука, что если вы можете на месяцок уехать на стажировку в Штаты, то ваш английский просто там вознесется до небес. А если вы не можете уехать в Штаты, то создайте Штаты вокруг себя. То есть читайте какие-нибудь Гарри Поттера на английском, разговаривайте с друзьями на английском, найдите себе друзей по переписке, смотрите фильмы, слушайте музыку, окружайте себя этой средой. И будет тот самый эффект интенсивности. То есть ваш мозг постоянно будет работать на английском. Вы начнете думать на английском, писать, читать, говорить то, что нужно. Про остальные методы, наверное, нет времени рассказывать, да. В последний я скажу, нет, верни назад, в последний я скажу – каучсерфинг. Кто знает, что такое каучсерфинг? Хорошо. Каучсерфинг – это такое международное сообщество, веб-сайт, социальная сеть путешественников. Когда они куда-то приезжают, они пишут на доску, на форум, посвященный Москве, что я хочу приехать в Москву в такие-то дни. И желающие говорят им, ты можешь пожить у меня. А когда вы едете куда-нибудь в Барселону, вы можете пожить у тех, кто живет в Барселоне. Так вы экономите на хостеле, ну и как бы узнаете культуру, знакомитесь с новыми людьми. Но поскольку для вас и для меня, когда я учился, это было неактуально, в общагу сложно кого-то поселить, левого чувака из Португалии, то там есть второй вариант. Просто эти люди, им надо не только жить, им надо где-то общаться, да. Они хотят узнать, где в Москве можно дешево покушать, куда сходить, что посмотреть, какой тут вуз самый лучший и так далее. Просто там где-нибудь затусить. Точно так же вы можете найти иностранцев, которые приезжают, их очень много в Москве, кучсорферское сообщество, оно просто огромное. И общаться с ними на всех языках, которые вы только хотите когда-нибудь выучить. Ну, естественно, на английском тоже. Все, мало времени, последний супер слайд. Про то, ну на самом деле для тех, кто учит уже не английский, а какой-то второй язык. Есть такие? Не очень много, но всем предстоит второй язык на четвертом курсе. Этого не избежать. Поэтому сразу получать удовольствие и как бы делать это быстро. Вот этот слайд, он показывает вот что. В английском языке порядка 100 тысяч слов. В русском такой же порядок. Словарный запас взрослого человека 40 тысяч слов. Те слова, которые мы используем в общении практически всегда на 98% это 3000 слов. Из 100 тысяч, представляете, да? То есть всего 2% слов это то, что мы используем. Вот эти оставшиеся там 97 тысяч используем в каких-то нужных редких ситуациях. Обычно хватает 3000. А что-то там 85% это всего 1000 слов. Вы выучиваете 1000 слов за месяц, за полтора, это вполне реально. Если это глаголы и существительные, да, те, из которых вы можете строить предложения. Все, вы владеете языком. Начинаете сразу практиковаться. И вот этой тысячи слов и какой-то практики хватает для того, чтобы вы почувствовали, что вы можете языком пользоваться. То есть что вы говорите, вы понимаете то, что написано. Не все, но большую часть. И как бы это полсимметра на физтехе, как минимум. Даже больше, по-моему, через год обучения немецкому у меня был ниже уровень, чем вот когда я, используя этот факт, начал учить испанский. Очень быстро, очень классно. Вот. Дерзайте. Покажи последний слайд. И да, мое время совсем закончилось. Наверное, Давид скажет, что можно поздавать вопросы. Скажи, что ты испанский. Вот я знал, что это будет. Вот каждый раз. Каждый раз, когда я говорю, что я владею несколькими языками, всегда кто-то... А ты знаешь вообще испанский, да? Ты поймешь, что я скажу? Вот. А понимаете, тоже каждый раз это человек, который не понимает. Я тебе потом скажу. Но остальные-то не поймут. На каком уровне ты владеешь каждому языку? Это вообще интермидиат? Хороший вопрос, да, очень хороший вопрос. Я, кажется, выкинул слайд про уровень владения языком. У меня был... Три недели это какой уровень? Это такой low-intermediate. Ну, если понятно, что это не upper-intermediate, да? Это был бы вообще анрил какой-то. Но это уровень, когда ты чувствуешь, что вот, вот это владение, оно появилось. И я как раз делаю в своем выступлении упор на чувство владения, потому что у меня есть очень много друзей, у которых upper-intermediate в английском, и которые, ну, как бы они не владеют им совсем. То есть они боятся разговаривать, им трудно смотреть фильмы. Понимаете, да? Они впадают в ступор, если к ним подходит шотландец, чем-нибудь спрашивают, они вообще не понимают, что он говорит. Тогда это не upper. Тогда это не upper. Не один? Что? Не upper. Ну, они не могут... А вот как считать? Для меня тоже, когда я ездил в стажировку в Америку, мы все были из продвинутой группы по английскому, и все круто писали тесты, и кто-то там даже пытался что-то сдавать, какие-то экзамены. В результате приехали, ну, и один человек из пяти мог только свободно заговорить на улице. Просто впадаешь в ступор, когда первый раз попадаешь в необходимость, вот прямо сейчас. И здесь использовать что-то самое простое. Это ведь правда, это совсем разное, да? Это как вы учите в нотане теорию и решение задач. У меня было ощущение, что это вообще какие-то другие разные науки. То же самое вот и здесь, да? Нужно сразу практиковать. Ну, не тот вопрос, который уже задавал. Но вы надеялись свой уровень в каждом языке. Просто интересно. Да, да. Смотри. В английском что-то среднее между upper intermediate и advanced. Немножко не дотягиваю. В немецком это где-то B1. В французском тоже где-то… Нет, сейчас, наверное, уже похуже. Сейчас A2, я им давно не пользовался. Испанский, итальянский, оно такое low intermediate. Польский, польский получше. А про intermediate, upper intermediate. Вот так. Вот я про китайский не могу отвечать, потому что я его не учил. Как ты считаешь, нереально? Это реально. Реально? Вот тут был такой слайд с графиком. Нет, но какой-то upper intermediate может быть. В общем, слайд с графиком, он как раз из презентации парня, который на конференции TED в Лингноне, в Гонконге, рассказывал, как он учил китайский полгода и стал upper intermediate. Я в этом, ну, я не знаю, я не пробовал. Давайте один слайд расскажу, если кому интересно, про уровни. Он очень классный. Покажи, пожалуйста, там такие оранжевые. Вот, вот он. Не очень видный текст. Ну, в общем, вопрос, насколько хорошо, по вашему мнению, вы владеете русским языком. Ну, вот я скажу, что, скорее всего, у вас upper intermediate. Это так просто из общего знания, как физтехи говорят на русском языке. И на самом деле не только физтехи, технарии, и даже на самом деле не только технарии. В принципе, люди, с которыми я общаюсь, да, вот после физтеха, они все говорят с ошибками, пишут с ошибками, стилистическими ошибками, там, лексическими, пунктационными, с орфографическими, в общем, со всякими. И действительно, это никак не выше upper intermediate. Вот. И тем не менее, они отлично живут, то есть им этого хватает. Ну, я не думаю, что вы когда-нибудь чувствовали, что вы плохо знаете русский. Скорее всего. Когда сочинение писал, да, на ЕГЭ? Нет? Ну, обычно этого нет. Что, извини? Когда выступаешь? Вот, это когда у вас уже требуется professional, да, там, владение какими-то средствами выразительности, там, подбором синонимов, тогда, да, вот прям чувствуется. Но обычно всем хватает. То же самое с английским. Если у вас есть upper intermediate, скорее всего, вам хватит, если он настоящий, то есть если вы на нем разговариваете и не боитесь им пользоваться. Вот, собственно, Даня, такой у тебя вопрос. Ты сейчас описал способ решения задачи, грубо говоря, с нуля, дойти до уровня intermediate. А интересен вопрос, когда ты с upper intermediate, хочешь дойти до уровня professional. вот такую задачу, которую я не перед собой поставил, и отличается ли ее способ решения от того, который ты описал. Все, тогда точно фуршет, потому что это вопрос для тех, кто хочет. Для всех? Давайте, да. Спасибо всем большое. Спасибо.